стишечек детишки я вам про дорогу к ориону прошлый раз вроде рассказывал и мультик этот я вам еще раз покажу в конце для того чтобы вы папе или маме показали как проехать магазин игрушек ориона и вот почему сюда просто необходимо приехать дело в том что в поисках адекватного магазина игрушек но которых мне было бы не стыдно показать по телевизору я объездил весь город сюда приехали в магнитогорске челябинцы и екатеринбуржцы в смысле земляки мои я же частично родом из екатеринбурга но какие-то подходы странные везде такое желание денег слишком много заработать а здесь в орионе реально самые низкие цены мало того здесь очень хороший и такой правильный выбор хороших игрушек которых реально не так уж много в городе и это чудо какое-то еще и потому что здесь сходу хочется купить все потому что хозяева знают толк в игрушках захотели сюда спокойствие малыши как говорил мой любимый детский персонаж это карлсон а я вот одесса в помощь там в этот должен быть пропеллер у карлсона были добрые детские советы я вам скажу что понаблюдал и вместе с вами наверняка заходил в большие торговые центры захожу туда смотрю машина стоит ради управляемая ну то что надо для того чтобы по квартире поездить а цена то у нее не ради управляемая какая-то вообще космическая 26 тысяч рублей за 26 тысяч рублей я лучше настоящую машину куплю это есть такая возможность вот что недавно купил здесь в орионе и проверил но у меня дома такая же только черная стоит 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 кстати 8 раз дешевле нормально вот такие джипчики чуть 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 подороже либо вот комбат это все для родителей которым ну ближе к 40 потому что извините возникают некоторые проблемы и растущего сына очень тяжело тащить на руках посадил его сюда и пожалуйста кстати кто сказал что сын мединым жив но замечательный автомобиль розового цвета для девочек кстати почему девочек не надо учить с детства водить машину неправильно это сейчас половина девушек ездит за рулем зачем они это делают объяснить просто так созданы взрослые девочки они постоянно ищут и часто тратят больше и денег и времени теперь время на поиск игрушек тратить не надо потому что вот много всяких красивых машин в больших торговых центрах но они денег стоят иногда у папы денег нету и у мамы денег нету едем куда сюда на вокзальную на вокзале не запоминаете дети я вам показал там в начале сюжета как сюда проехать так вот для начала все-таки не радиоуправляемой модели радиоуправляемые тогда когда в школу пойдете а до школы можно катать вот такие машины кстати кстати вот сейчас ее заберу потому что во всем торговым центром ходил ну я вот очень хороший специалист у меня игрушки были в свое время редкие но классные так вот такой машина не было теперь вот эта машина сколько стоит это что машина стоит 420 рублей это всего лишь 20 а 15 литров бензина так что папа на детях не надо экономить и переплачивать в 35 раз не надо 35 раз больше игрушек можно взять в орионе за ту же цену что и везде в городе теперь не надо вздыхать проходя мимо джипов за 25 тысяч их теперь можно купить точнее нужно купить своему чаду свое время у нас очень были популярны детские аттракционы сейчас аттракционы только приезжают изредка летом лунопарк называется но вы туда пошли и денежку потратили вместе с папом а зачем денежку тратить когда аттракцион можно строить каждый день вот электрический мотоцикл или электрический картинг то есть на картинге прокатиться представляете на бензином это грубо говоря 400 рублей здесь всего лишь 10 раз дороже но свой настоящий картинг на электротяге то есть на бензин не угораете ребенку 5 лет интересный возраст да замечательно лет такой творческий то есть мы начинаем рисовать мы начинаем играться учимся играем уже наверняка не задают вопрос откуда дети берутся должен все знаю сейчас игрушки пеки что такие все вопросы отвечающие так хорошо она вопрос может ли папа ответить государство наше что решила на папах и на мамах деньги заработать да конечно или это все таки вот эти все коммерсанты которые приехали в центр города расплодили магазины игрушек в итоге по моему они здесь берут судя по ценам на что спрос отсюда туда везут то есть разница переплачивать три цены нет по молодых в три раза дешевле можно здесь купить в общем то да вы же помните что взрослые не врут взрослые всегда говорят правду это конечно не правда но в нашей передаче только так и пусть это будет обидно но оказывается разумно тратя то можно и не экономить а вот рекламу с детства надо пропускать мимо ушей рекламные буклетики вручают там смс голосование давайте давайте покупаете это все тукало а как ребенку сделать счастье представляете счастье ребенку можно купить у него такой возраст вот счастье для девочки это что дайте девочки тысячи рублей лучше три на три тысячи рублей вы купите в большом маркете только одну игрушку на три тысячи рублей я вам честно я пионерски говорю вы здесь полный багажник игрушек наберете включая пылесосы тостеры швейные машинки в том числе и вашего персонального ребенка у каждой девочки должен быть свой ребеночек лучше не один вот а вот там вы купите два или три замка за мной целую кухню и все это на ту сумму на которую папа покупает себе алкоголь в дьюти-фри то есть за 100 долларов но и вот обещанная схема проезда по советской на север до вокзальной там по круговому налево это я для тех кто приехал магнитку на пмж потому как коренным магнитогорцам как ездить на соленой по старой дороге то рассказывать и не надо и вот здесь магазин игрушек орион соединенных штатах америки в девяносто седьмом году я себе купил за 25 долларов клевые роликовые коньки представляете ребята паслись в волмарте это такой супермаркетик такой вот как все пространство здесь на вокзале а рядышком стоял магазин то есть ар ю с 25 долларов в россии привез 250 долларов ну ладно сегодня поставил задачу помните да на 1000 1500 рублей вот машинка которая в большом маркете да и вообще везде в том числе и на центральной городской ярмарке стоит полторы тысячи здесь обошлась мне в два раза дешевле она оставшиеся помните да я вам обещал целый пакет игрушек